Субтитры делал DimaTorzok Если что, оттопыривай и вот, вот Наблюдай от середины, наблюдай от середины Голова вот в этом месте не дошла до середины, у тебя зашла до середины А там она не дошла По трассе и ты так же поступить, не дойти до середины Вот здесь голова, хорошо? Давай И вместо этого седого появляется тепленький цвет Чуть-чуть розовит этот оранжевый Чуть-чуть розовит Чем ближе в густую тень, тем больше розовит Штрих по цилиндру желательно, очень желательно Показать идею штриха по цилиндру Штриха по цилиндру Относительно лица Вот этот пистолетичек находится Впереди? Нет Лицо заступает за пистолет Заступает, у тебя пока было не так За лицо, рука вступает Вот здесь рука хочет скомпоноваться После этого ступень лица Ну и теперь уже, когда рисунок сформировался Можно донаносить Смайлик темностей Можно брать по соседству Не обязательно бегать на палитру Можно частично красочку Временно как бы вымакивать Уточняя рисунок А потом в вымоченное состояние Вымокнутое состояние Дополнить Малой мерой Малая мера очень удобно моделируется Вот эта малая мера вещества Но ты пока держишься этой меры Очень удобно моделируется Чуть-чуть сбиваем все По направлению цилиндрика Чтобы она была закругленной То есть идея цилиндра Идея штриха по цилиндру Все время обозначиваем Так, ручечка теперь будет торчать Вот из этого Локотного пространства Тоже можно сначала Вытереть красочку А потом в это состояние Вытертости Вогнать идею Пальчиков И руки Так Немножко Чтоб у нас уже было Хоть что-то Желтоту Штриховательную Штриховательную Желтоту Обязательно сначала С розовизной Иначе желтый Будет несъедобным Легкая розовизна Она там Помигивает под желтым Чуть-чуть накидаешь Вот так рванно И штриховательно Штриховательно И рванно А потом уже более шпатлевательно Более шпатлевательно Придут самые светлые Придут самые светлые места Сверху на штрих Хорошо? Вот и сюда тоже Штриховательная Чуть-чуть хочет подняться Он с этим пятном И с этим уже Это да? Да, ну вообще Давай В ту сторону А не в эту Как-то ты так увлеклась Что не заметила В какую сторону Она смотрит Между рукой и Тельцем Лицом Темное Пространство Так и не произошла Это ступенька Почему-то Ну я так понял Что ты сейчас Сидела только на лице И потеряла Ощущение пространства Вот это вот движение Здесь неуместно Штрих 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 по цилиндру Вот по этой траектории Вот она Идея Темное Темное Духое Значит Темнота На которую Пришла Пришла Та Светлота Пришла Светлота Тоже ступень Которая Здесь Между рукой И коленом Имеет Вот такую Траекторию Здесь Теневая Имеет Вот такую Траекторию Светлота Светлость В этом месте Вот именно В этом месте Желательно Удерживать Присутствие Этой светлости Для того Чтобы Появилось Что-то Что-то Главное А Несмотря на то Что там Есть лицо Главное По ощущениям Это Вот эта Юбка Это Платье Более Смуглое В тени И Рыженькое Вместо Противного Зеленого Согласны? Смотри Там Рыжит Это пятно Чуть Темноту Вот зря Съела Которая Там Должна Жить Которая Отделяет Одно От другого Попочка Прибавится Ну и Свет На лице Теперь Исходя Из того Что мы С тобой Обнаружили Что Лицо Смотрит Лицо Смотрит Туда А не туда Давай в таком Ключе Тебе Предложил Обратил Твое Внимание Что Оно Все Течет А у Тебя Оно Вдоль Каких-то Вдоль Каких-то Где Картинка Там Все Течет Посмотри Там Все Течет Там Нет Ни Одного Звука Против Течения Сделай Шажочек Возврат И в этом Красота Этого Пятна И наоборот Как только Оно Стало Конструктивным Как бы Подразумевающим Какой-то Порядок Оно Потеряло Свое Звучание Вот Оно Течет И тогда Оно Звучит То есть Появляется Ритм Потека И Сейчас Современные Художники Обнаружив Это Очень часто Эксплуатируют Этот Трюк Текучий Характер Абсолютно Текучий Характер Посмотри Как оно Заритмовало Все Есть В живописи Понятие Ритмы Вот это Ритм А когда ты В разные Стороны Это Нарушило Идею Ритма Вот даже к этому призраку Посмотри Посмотри Как красиво Становится Даже к призраку Лица Там тоже призрак Но у нас Совсем призрак Но я к тому Что Сразу Становится Красивее Ну а Если бы еще и Краски были бы На На палитре Давай Я с тебя начну Когда выйду А ты краски Тебе Заведи Так Делаю Шажочек Влево Ага Ну я знаю Что ты Торопышка Торопышка Я хочу Сюда Собежать Незаправлю Ага А завтра Вы тоже Да Пять Пять Ага Хорошо 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 Вот она как бы этими двумя пальцами прихватила в этих тканях. Ткань любит свисать по такой траектории, как водопад. Вам эта траектория и есть? Панечка, подними, пожалуйста, трубку на моем телефоне, это звонят по поводу завтрашнего. Перезвони там. Одна женщина позвонила и сказала, что перед тем можно это звонил Промахов. А это Промахов? Ему позвонил, что он должен привести краски, а у нас их нет. Такая запутанность пятна, и есть, и нет ясности. Когда рисуем палец, стараемся, вообще когда рисуем что-либо круглое, цилиндричное, стараемся показать цилиндр. Но поскольку здесь, в этом тоненьком пространстве, довольно трудно показать цилиндр, но по возможности и здесь оно сразу круглится. и вместо вот того характера а-ля вампир, появляется круглый палец. А здесь, чтобы помыкать рюкнусь, нужно все нервы. Да, да, да. Еще пальцы умеют быть красноватыми на концах. У него они тоже вампирят, а с красненькими уже не так вампирные. У младенцев это очень хорошо выражено. Площадка запястья костяная, то есть не простая, а костяная. с уходом, с легким намеком на уход, то есть вот она, костяной стиль. Вот она, толпышка. Сюда чуть-чуть цветовых подсунуть, не только теневых, цветов слишком уже наседая там. Не хватает легкой теплоты. Так что, мордочку сама больше будет? Да. Легче. Тоже самую сделать. Значит, там еще можно сделать прикольное что-то. Возьмем синюю. Возьмем синюю. Мы там это пальцами сделали у себя на фотографии. А на самом деле, в принципе, можно чуть-чуть организовать пятно. Просто взять и организовать пятно. Просто взять и организовать пятно. пятно. Почему флешаки? Это картина. Да. Уже появилось живописное звучание. Очень теплый цвет, очень холодный цвет. У головы есть цвет волос. И фактура волос можно подсунуть вот с такой мощностью намек на волосы и раствориться в пространстве. Логично? Да. Шапочку такую одеть. Ну, поскольку здесь не хватает простых человеческих темностей, очков вот таких, когда они появятся, они вместе с волосами будут уместны вполне. Очень темно. Очень темно. Серость там не делает. Темность делает. темно. Но в этой темноте маленький намек на верхнее веко. Мешает отсутствие тени вот здесь. в глазах усилить темненькость. И вот мерцание этой темноты в глазах этих зрачков еле-еле различимая темнота. И легкий намек на светлости, легкий, создает красивый красивый. Нозгрики. Такой клювикообразный. Губочки. Губочки. Только с намеками красноты. Да. Можно мне это все разбавить? Пожалуйста, пожалуйста. Я просто перечисляю вещи, которые нужно различить. измельчить. Теперь сюда приходит светечек. 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 Если что, можно затереть и попробовать сама. Так. Так. Светечек.